Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Трехкратный призер чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призер командного чемпионата мира Максим Ковтун объяснил, почему отказался тренироваться в Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, когда его туда приглашали. Максим вспоминает, что первоначально подумал, что это предложение можно принять. Фигурист приехал на встречу, на которой присутствовали Евгений Плющенко, Яна Рудковская и тренер Максима Инна Гончаренко. Было озвучено предложение попробовать кататься у них в школе, вместе с тренером перейти к ним. Ковтун признается, что если говорить о планах о возвращении, то Плющенко его действительно зарядил. Планы были достаточно серьезные, но не было условий для того, чтобы готовиться, не было условий для большого спортсмена, чтобы выступать на больших стартах. Например, даже каток был маленький, по словам фигуриста ожидалось одно, потом это все передвигалось, но Максим допускает, что возможно еще были какие-то условия, которые не нравились его тренеру, поэтому сотрудничество не получилось. Тренер Сергей Розанов хотел уйти из Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в ЦСКА к Елене Буяновой, но получил от нее категоричный отказ. Переход обсуждался в конце февраля, в начале марта, когда решался вопрос с возвращением Алены Косторной к Этери Тутберидзе. Напомним, в 2020 году Розанов, до этого сотрудничавшись с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, перешел на работу в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тогда же от Тутберидзе к Плющенко ушла фигуристка Александра Трусова, а затем и Алена Косторная. По окончании сезона 2020-2021 Косторная вернулась к Тутберидзе. Недавно стало известно, что от Плющенко ушла и Трусова. Старший тренер по фигурному катанию ЦСКА Елена Буянова подтвердила, что отказала в работе тренеру Сергею Розанову. Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия, сказала Буянова. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, здесь вас всегда ждут новости из мира фигурного катания. Не забывайте ставить лайки и высказывать свое мнение в комментариях. Нам это очень приятно. До новых встреч.